Начало апреля 1980 года Мне звонит Адам и говорит Володя, вот Высоцкий приезжает для съемок фильма Виноградова Это будет в БДТ В малом зале Хочешь, приходи, есть возможность его поснимать Я, говорит, все организую Это был будний день Я честно признаюсь Я не был сильным поклонником Высоцкого Когда я доработал в 1966 году 200 рублей на целине И купил магнитофон Астра-4 на 200 рублей Катушечник? Ну да Катушечник, конечно Купил всего одну катушку 350 минут Подожди, подожди минуточку Слушаем Улыбайся Чего отходить На одной стороне Здесь помню Конечно Да все нормально Да не, не, ничего Это нормально, нормально Ребята, ну не, все нормально Нет, я все нормально Все нормально Да все нормально Да, все нормально Мы же записываемся Можно, да? Подожди Давай говори Я же записываю, конечно Значит, в нем было ВДТ Да, ВДТ Я не могу себя назвать вообще Поклонник Чтобы понять, кто я такой Мой любимый композитор Шопен Проведите это Почувствуйте разницу Совершенно разные личности А хоть жало Это был мой человек Но общее одно А не музыку А не музыкант Общее это есть Так вот, в 66-м году Когда я заработал 200 рублей Комбли в льдафон На кассету 350 метров Я на скорости 9 Записал Битлз Который обожался Вот, я тоже ссор Я тоже ссор Я тоже Высоцкого Так же, как ты А на скорости 4 В два раза меньше И качество, соответственно, хочет Я записал Там Галича Кима Высоцкого И все А Куджава, возможно Специально на маленькой склок На маленькой скорости А Битлоб я записал На самый максимальный По-человечески Это родное Мы же все же говорим искренне Да, конечно Это 66-й год А это уже 14 лет прошло Это был 16 апреля 80-го года Я работал Это был будний день Это было 3 часа дня Мне надо было что-то придумать Чтобы отпроситься с работы Я не могу сказать Что у меня было такое сильное Вообще Желание Вообще Это сделать Ну да Новый Соский Ну да Я слышал его Там Ну да Юморный Юморный Но тем не менее Все-таки я Я Я с этим человеком Но тем не менее Я все-таки Решил приехать Я пришел Я пришел Всем Всем Володькам Положено искупаться Сашка Сашка Смени их День сегодня Я пришел Безиси 3 Значит Масовка Сидит Он Исполняет Кони Привередливые Алконос Я обратил Внимание Что он Абсолютно Выкладывается То есть Он не просто Поет Он поет Как последний раз В жизни Каждый раз Как последний раз Как мы живем Кстати Я хочу вам сказать Мы точно так же Ребят И это на меня Произвело Сильное впечатление Я буквально Делал несколько кадров Десять минут Прошло И все Привет Все закончено Ну вы что ли Извините Раз я пришел Мы с тобой тоже Сегодня выкладывались Да Выложили Лужи Все Все лужи Кладки Короче говоря Серафимовского Короче говоря Рядом В Ахилдраматический театр Рядом здание Лена Сдата А в Лена Сдате Работала Одна моя знакомая Девочка Ее звали Талия Такая татарочка Ну Она как все Девочки Была влюблена В Исоцкого И она не знала Об этом Одна мне Сказала Я пошел К ней Три часа И она Как же так Я не знала Она быстро Теткам Дежурным Туда Сюда Выставила В 4 часа Будет еще Запись Видеоператора Так что подождать Все Три часа А я стою И могу делать Все что хочу Конечно И вот Во время Вот этих кадров Я сделал кадр Который стал В общем Как бы Известным Мнаменитым Без гитары Стоит Так вот Гитара Стоит Это продолжалось Совершенно Недолго Потом Значит Типа Все закончилось Нацепь Талия стояла На проходе Она хотела Где там В какой-то компании Она от них встречалась Она хотела Ему сказать Там Типа Что-то такое Но Он прошел Так Недоумением На нее посмотрел Потому что У него Таких талий Было 100 тысяч Как минимум Талии Играться И прошел И спустился Я спустился Вслед за ним В нем руках был Бортфель И клюшка И как потом Кириллу Ласкари Для того Чтобы подарить Клюшку Там Его детям Он всегда Когда откуда-нибудь Возвращался Всегда всем Привозил подарки Красавчик Вот это Это тема Известная А там Гладриф тоже Кстати Гладриф Такой же Точно Говорю Он всегда Подарки Все Он садится В автобус Львовский автобус Кто помнит Я не знаю Кто же Все помнит Львовский Да кто же Не помнит Вот он садится В автобус Я делаю кадр И на этом Все Самое фантастическое Что 16 апреля И дата смерти Владимира Высоцкого Между ними Расстояние Ровно в 100 дней День в день И поэтому Когда я Опомнился Проявил Как ни странно Я проявил хорошо Кленка оказалась Хорошая Все получилось Я развал Эту серию фотографий 100 дней До бессмертия Гениально Это самый главный снимок Высоцкого И главное Что я хочу Передать От себя Молодежи Вообще Всем Когда у вас В жизни Предоставится Возможность Встретить с человеком Ярким Сильным Таким Мощным Который Который вообще Охватывает Всех людей Да Не ищите Каких-то Поводов Для того Чтобы это Отменить Отложить Идите на эту встречу Потому что Эта энергетика Эта возможность Встретить с ним Может изменить Вашу жизнь Кардинально Как Она изменила Мою Потому что Я был инженером В 80-м Что ты заканчиваешь После снимка Высоцкого Меня пригласили В клуб Авторской песни Насколько Я был автором Одного из лучших фотографий Высоцкого Восток 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 Да Я там 10 лет Фотографировал Я набил руку Я стал Нормально фотографировать И в 92-м Году Через 12 лет Это цикл Как раз 12 лет Моей жизни 68-й 80-й 92-й 84-й 92-й 2004-й Это точно Цикл Есть такой 12 лет Я стал другим человеком Мне сейчас 73 Я счастливый человек У меня есть в жизни Чем заниматься Я радуюсь У меня Все передо мной Открыто Если я был бы инженером Я был бы вообще Никому не нужен Я могу заниматься Творчеством Я могу заниматься Чем угодно Это благодаря Высоцкому И благодаря Адаму Потому что На него Меня поднакомили И я был Адаму Очень 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 Вот То, что я хотел сказать Спасибо тебе, Володя Спасибо А что ты окончил? Что такое тебе образование? Володя Что ты окончил? Я закончил Ленинградский Ленинградский Я работаю Я знаю Я там работаю